Павел Прилучный пытается отобрать у бывшей супруги сына Тимофея. Но суд встал на сторону Агаты, постановив, что ребенок должен жить с мамой. Однако сам мальчик этого не хочет. У Муценица есть на руках исполнительный лист, который она в любой момент может предъявить бывшему мужу и забрать ребенка. Но она не торопится этого делать. Объяснила это так, мол, не будет заявляться в дом к Павлу с судебными приставами, так как не хочет травмировать психику Тимофея. У стороны Прилучного другое мнение на этот счет. Адвокат актера предполагает, что Агата попросту не хочет, чтобы был зафиксирован тот факт, что Тимофей категорически не хочет переезжать от отца к матери, поскольку это предрешит решение суда по существу. С того момента, как актрисе был выдан исполнительный лист, по словам адвоката, никаких звонков и сообщений от Агаты сыну не поступало, рассказал источник. Это не значит, что 35-летняя артистка перестала бороться за ребенка и смирилась. Разбирательство по этому поводу еще впереди. В данное время проходит судебная психологическая и педагогическая экспертиза для того, чтобы определить место жительства Тимофея. Ее итоги будут известны в январе 2025. Начну с того, что Тимофей не был дома с августа, да и в августе он побыл всего один день. Мия безумно скучает по брату и конечно, по папе. Тимо с нами почти не общается. Я уже если честно, не понимаю, что с этим делать. Сын сам просит оставить его в покое. Я конечно не думаю, что его маленькое сердечко самостоятельно живет в такой позиции, но время все покажет. У детей сейчас каникулы, я собираюсь в поездку, которую планировала еще с февраля, потому что заслужила. Мне все кричат в один голос, чтобы я не отдавала Мию папе на остаток каникул, потому что есть риски и я отказываюсь в них верить. Откровенничала Муценица в начале октября.